Привет дорогие друзья, с вами Воблер и это игра Робокрафт. Не забывайте подписываться на канал, если вы впервые, а также ставить лайки. Сегодня мы добьем третьей серии крафты, которые я покупал в Робошупе месяц назад. Эти все крафты у нас топовые, на больших колесах, разный декор конструкции. Но перед тем, как мы перейдем к осмотру этих крафтов, давайте я вам покажу, что же сегодня я получил. При входе в игру я получил 21 225 пыли, это за то, что я состою в клане. Так как я в клане состою один и не очень часто играю, я получил такую вот небольшую сумму. Сколько же заработали вы, ребята, обязательно пишите в комментариях. Но если вы не состоите в каком-то другом клане, то обязательно создайте свой, потому что каждый месяц получать бонус пыли, это очень хорошо и прибыльно. На официальном сайте игры Robocraft разработчики игры выставили результаты, по которым показалось, сколько же было заработано кланами за этот короткий промежуток времени. Как только вели кланы, по-моему, с 20 по 30 число было заработано всего пыли 931 миллион. Представляете, насколько это много? Здесь, конечно, нужно добавить то, что там была немножко ускоренная функция заработка пыли. По-моему, в три раза. Ну, а теперь будем мы получать не так уж и много, как получили до этого, я вам скажу. И самый крутой клан здесь заработал, каждый игрок с этого клана, по 426 тысяч пыли. Представляете, как рассказывают нам разработчики, это практически три самых топовых пушки в игре. То есть за месяц заработать три топовых пушки, это очень нормально. Причем, что это не основной заработок, а дополнительный. Потому, ребятки, создавайте кланы, вступайте в кланы, играйте и получайте пыль не только с предметов, которые вы разбираете у себя в ангаре, в гараже, но также и в конце месяца. И коль мы уже разобрались с новостями, которые для нас подготовили фриджемы, давайте теперь посмотрим крафты, которые у меня остались. Так, у меня какая-то пушечка, на которой стоят две рельсы. Что это за пушка, я даже не знаю. Может, эта пушка есть какой-то из игр, которые вы знаете. А может, она с фильма. Хрен его знает, честно. Напишите в комментариях, что это за пушка. Ну, крафт выглядит прикольно, кстати. И здесь и две рельсы. В принципе, в бою в батл-арене с таким крафтом можно и повоевать. Нехило. Вот мы стоим там немножко себе, набрасываем врагам. И все. Ну, а в режиме Team Deathmatch это, конечно, будет очень слабый крафт. И он только будет подводить команду. Вот так вот, ребятки. Прикольно выполнен декор крафта. Да мы еще можем с ним неплохо воевать. Кстати, что это за монстр такой идет в команде противника? Вы просто посмотрите, что это за зловещий робот. Охренеть. Следующий крафт, который попался мне на глаза в робошопе, это трактор. Он называется Tractor Green. Зеленый. Там было две расцветки. Зеленая и красная. Он круто выполнен. Просто великолепно. Смотрите, есть у него зеркала. Есть сверху люк. Потом есть двери, боковые стекла, передний. Есть решетка радиатора даже. И фары. Круто выполнено. Ступенечки, ребята. Внутри. Как вовнутрь залезть? Внутри у нас есть руль. Видите руль? Там получается руль, сиденье, приборная доска. То есть, смотрите, там есть циферки разные. Получается, там два спидометра стоит. Офигенская машина. Она занимает 1517 CPU. В принципе, на него можно на 230 CPU что-то и навесить. То есть, какие-то рельсы, либо плазмочки. Можно на нем воевать нехило. Дальше у нас идет крафт розовый, ребята. Я бы его назвал вырви глаз. Потому что он серьезно бросается в глаза. Он занимает 1714 CPU. Такая вот у нас спортивная машина. У него на борту 4 SMG-шки. Две карбоновые. И две обычные. В принципе, машина классная. Смотрите, как круто выполнена кабина. То есть, необычная кабина, да? Кто-то делает кабину со стекла. Как-то еще. А тут именно, смотрите, как стекло сделали. С помощью палок. То есть, это такой летний вариант. Возможно, это даже кабриолет. Какой-то спортивный кабриолет. Задняя часть у нашей розовой спортивной машины выглядит неплохо, я вам скажу. То есть, хвост, именно спойлер, выглядит прикольно. Эти крылья мне напоминают истребитель стелс. Потому что у нас спортивная машина с функцией стелса. Мы можем так быстро летать, и никто нас не увидит. Также есть два вида трассеров. Карбоновые и обычные. В целом, машина интересная. Вот если бы так присмотреться, рассмотреть все детали. То есть, автор над ней поработал. Все что-то рассчитал. Что-то там поставил. Ну, представьте себе, представьте себе, голубенький он был. Голубой. Следующий крафт у нас на обзоре. Он занимает 1627 ЦПУ. Интересная декор машина. Вот когда авторы строят такие крафты, я вот иногда удивлюсь. Как он придумает, куда что всунуть. Маски различные. Трастеры тут у нас. Два по бокам, один спереди. Также у нас сзади есть дым, чтобы все видели, как мы дымим. Возможно, там какая-то выхлопная труба. Но если присмотреться в эту огромную кучу различных модулей, которые сюда напихал автор, мне кажется, что даже есть какая-то голова. Вот смотрите, как будто это кто-то сидит. Видите, какая-то голова. Здесь вот спереди, возможно, там руль какой-то находится, где вот черное. Да, даже неудобно немножко показать. Ну вот, такое ощущение, там кто-то сидит в машине. Вот если присмотреться, если вы видите тоже здесь сидящего чувака, который что-то рулит, то обязательно пишите в комментариях. В принципе, машина офигенская. Как декор конструкция, как боевая. Понятно, там ничего не остается. Тут всего лишь можно пару пушек поставить, которые будут воевать. Дальше у нас то ли синий, то ли какой-то голубой цвет. Это у нас, ребятки, грузовичок. Вы просто посмотрите, какой он вообще четенький. Так, у нас есть какая-то выхлопная труба сверху стоит. Потом у нас, я вижу, турбонаддув. Есть офигенская радиаторная решетка. Вы посмотрите, как круто выполнен бампер. Бампер это все. Также у него есть сзади непонятно, зачем, конечно, автор туда поставил, но есть пидометр. Зачем туда приборная доска, если ее нужно куда-то вовнутрь крафта прятать. Сзади, сзади даже неудобно посмотреть. Что-то написано, не на понятном языке. Что это за язык, я не знаю. Ну, языков-то много у нас, в принципе. Внутри у нас я вижу какой-то трастер. И все, грузовичок неплохой. У нас еще остается, сколько, 180 цепут, чтобы поставить сюда пушки какие-то. И можно на нем играть. Можно даже какие-то плазмочки влупить, рельсу. Можно какие-то СМГшки, чтобы вот так быстро подъехать к противнику и попытаться его задамажить. Ключевое слово, попытаться задамажить, ребятки. И пока я тут катаюсь, хотел вам показать только что. Интересный крафт выехал, который есть в нашей команде. Вы посмотрите на этот танк. Он мне напоминает танк с одной стратегией. Там еще была такая корпорация Нод. И другая корпорация. Нам приходилось строить различные базы. Там ездить на различной технике. Там был танк, по-моему, Слон назывался. И вот этот танк мне его напоминает. Кто вспомнил, что за игра, обязательно пишите в комментариях. Ну, именно этот крафт выглядит вообще бомбезно. Вы посмотрите на его ствол. Что за пушки. Конечно, он как-то не очень здесь воюет, я смотрю, против ботов. Ну, хотя бы хоть как-то танкует. Эй, привет, черный, черный крафт. Ребятки, это у нас Бэтмобиль. Вы посмотрите, как он великолепно выполнен. Это просто бомба. Даже пушка здесь, плазмочка, стоит в тему. Давайте мы его начнем рассматривать. Итак, я вижу, что задние у нас топ-сигналы выполнены с помощью стекла и покрашены в красной. Просто великолепно. Я вижу, что автор здесь использовал новые палки. И они просто идут в тему. Вы просто посмотрите, какой спойлер сзади. Получается спойлер. И на этом спойлере даже расположены фары. Кабина у нас выполнена с помощью стекла. Сразу понятно, где у нас сидит Бэтмен. И его дружбан Робин. Бэтмен и Робин, да. Потом у нас есть еще два колеса спереди, которые у него вот так вот поворачиваются. Это декор машина. Смотрится просто бомбезно. Бомбезно. И поворачивается она тоже немножко с заносом. Знаете, такой чисто может дрифтовать. И занесло его. Смотрите. Опаньки. Эй, не переворачивайся, Бэтмен. Бэтмен всегда на страже справедливости на своей машине. Опаньки. И перевернулись. Нет, помогите. Кстати, теперь мы можем рассмотреть, как же изнутри выполнена машина. Вот это грузовичок. Вы просто посмотрите. Я не знаю, почему, но у нас сегодня преобладает голубой и синий цвет. Ну да ладно, давайте рассмотрим, как же выполнен у нас грузовичок. Есть у него огромная выхлопная труба, которая стоит сверху. У нас есть какие-то специальные ручки, чтобы открывать двери. Есть зеркала. Есть стекло. Радиаторная решетка. И сверху решетка. Внутри там типа движок. Видите? То есть движок есть даже. Спереди есть фары. Кстати, сверху фары, а внизу тоже фары. Непонятно. Короче, двое фар у него. Клиренс у нашего крафта просто безумный. Это какой-то бигфут. Это даже не грузовик. Так, если рассмотреть поближе, то внутренняя часть у него тоже просто офигенно выполнена. Я вижу приборную доску. Внизу есть даже какие-то педали. Есть, видите, ручка, чтобы переключать скоростя. Вы просто в центре стоит. Потом. Офигеть! Даже кресла выполнены. Это вообще самая крутая машина на сегодняшний день. Также есть вот это, знаете, с этой стороны, если смотреть, там бардачок, куда складывается всякая хрень, которая находится обычно в лиховых машинах. А вот кузов, ребятки, он меня, конечно, немножко удивляет, потому что он мне напоминает какой-то бассейн со ступеньками. А может даже с бани какой-то бассейн, где такой сидишь там, типа в водичке, греешься, просто прикольно выполнен. Что касается задней части, то я ее пока что увидеть не могу, потому что в робокрафте отдаление вообще нихрена не работает. А дальше у нас интересный трактор, я вижу. У нас есть кож, также у нас есть руль, сиденье. Стекла нету, ребятки, это трактор летний вариант. Зимой на нем работать будет очень холодно. Я вижу, что автор сделал его не просто декор машиной, а как и боевая. На борту у этого крафта есть 9 маленьких плазм, с помощью которых можно нехило воевать, я вам скажу. И промазать такой плазмой практически невозможно. Если рассмотреть этот крафт более детально, то спереди мы увидим еще радиаторные решетки, а сзади две лапы. Когда, допустим, экскаватор копает где-то там, то он упирается. Этот именно трактор упирается на лапы и становится более устойчивый. Автор даже этот маленький нюанс продумал в этой машине. Бравлер GT1 так величает эту интересную машину. Она занимает 1750 CPU. Вот просто до последнего CPU все здесь забито. Смотрите, как выполнена эта тачка. Она прям даже управляется. Вот знаете, так вот туго чувствуется вес крафта. У него спереди стоит трастер. Как-то интересно выполнены стекла спереди. Видите, чисто такой какой-то броневичок, я вам скажу. Сзади у него есть спойлер, есть выхлопная труба, трастеры. И, кстати, по-моему, я вижу какие-то красные, да, красные фары. Вот, залез. Смотрите, ребята, как он выглядит изнутри. А, и сверху у него спрятан спидометр. Смотрите, сверху. Кстати, он чем-то напоминает зеркало. Спереди есть фары, радиаторная решетка. У него выполнена с помощью черных кубов. И, что это, я могу ехать по стенам? Нет, мне показалось, ребятушки. Машина в целом выполнена круто, а мы идем дальше. Ребята, вы пока можете рассмотреть небо, любоваться пейзажами. Ну, а мне нужно идти на работу. Нужно уже косить траву. Ребята, у меня здесь газонокосилка. Смотрите, садишься, рулишь и ездишь. Я тебе скажу, что это газонокосилка промышленных масштабов. Это не просто где-то у себя во дворе газон покосить, это где-то уже у себя на вилле или в загородном доме, где есть огромное количество газона. Или с помощью этой газонокосилки можно нехило покосить целое футбольное поле. А может именно поле для гольфа. Но масштабы у этой газонокосилки просто промышленные. Смотрите, как круто автор придумал. Есть у нас фары, есть руль, есть сиденье. И все, в принципе. Кстати, сюда бы не помешала какая-то приборная доска. Вот просто спереди поставили спидометр за рулем. И было бы бомбезно, я вам скажу. F1 Riser. Именно так величается этот замечательный болид Формулы 1. Как он здесь круто выполнен. Как все здесь предусмотрено. Мы видим здесь зеркала. Видим даже пилот сидит, спойлер. Круто выполнена машина. То есть все замечательно. Но есть маленькая но. И можно прицепиться к любому крафту, да? Если присмотреться, у нас есть гонщик. Правильно? То есть, и у нас есть вперед машины. Вопрос. Куда он дел свои ноги? Почему у него такая громадная голова? Просто у него громадина голова. Смотрите. Где у него ноги? Или он как-то лежит головой вперед, а ноги назад, а не торчат? Ну вот здесь непонятно. Ну да ладно. Если убрать этот смешной момент, то в принципе машина интересная и очень красивая. Это у нас, ребятки, последний крафт, который замыкает сегодняшнее видео. А с вами был Воблер и игра Робокрафт. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, а также в конце этого ролика кликать по нотациям и смотреть другие видео. Возможно, вы их не видели. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok